Аня легла на диван и свернулась клубочком. Делать что-либо не было никаких сил. Немытая посуда совсем не волновала ее. Крошки на полу перестали действовать на нервы, а неполитый огород и вовсе вызывал какое-то горькое злорадство. Уже который день женщина буквально за волосы поднимала себя с кровати и заставляла делать привычные рутинные вещи. Стирка, уборка, готовка. Вроде бы и не перетрудилась. Спасибо современной технике и приспособлению. И нет уж такой кучи дел, которые нужно обязательно было переделать сегодня. Но почему же все настолько утомило? Стало так тяжко и бессмысленно. Особенно последние недели две. Хоть бросай все и уходи, куда глаза глядят. Добил ее сегодня муж, нагрубившись с утра ни за что ни про что. Я тебя столько раз просил закрывать шкаф на защелку. Опять туда кот забрался и все мои вещи в шерсти. Казалось, бы, смешная ситуация. Кот негодяй, сам научился открывать двери шкафа. При удобной ситуации старается пролезть на полку с мягкими вещами и спать, как султан на перинах. Понятно, мужу обидно идти на работу неопрятно. Но можно же это было сказать без грубого тона, не повышая голос. Еще неизвестно, кто последний там рылся и забыл повернуть ключ. Даже не поцеловал перед выходом. Аня проводила его взглядом, поплакала и улеглась страдать. Ей было так тоскливо, что ни одна сила не могла заставить ее встать и пошевелить пальцы. Не то что ради дома, даже ради себя. Нет никаких сил идти в душ, делать прическу. Ради чего? Опять все по привычному кругу. Последней каплей стала мама Ани, что позвонила в неподходящий момент и стала жаловаться на свою судьбу. На неблагодарные детей, на то, что ее никто не любит и не уделяет внимания. Что она сидит в четырех стенах одна, в то время как соседская дочь купила матери путевку в санаторий. В прошлом году свозила на юг. Как объяснить матери, что денег у них в семье хватает на уплату кредита и более-менее обычную жизнь, без излишеств. Они и сами никуда не разъезжаются, экономят. Аня стала подкрадываться мысль, что мама ее не любит, ждет только какой-то выгоды. Выслушав ее аннотации в перемешку с упреками, Аня положила трубку, едва сдерживая слезы. Хотела закричать от отчаяния, заплакать, куда-то сбежать и забыть обо всем на свете. Конечно же, все дело в деньгах. Если бы они были сейчас, Аня как по щелчку пальца бы решила все проблемы и порхала бы, как бабочка, с легкостью выполняя обычные домашние дела. И не думали бы они с мужем, на что копить в этом году, на забор или ремонт в доме. Ее настроение всегда было бы на высоте, и она совсем не знала бы бед. Деньги решают все, а их нет и уже не будет, скорее всего. Чего ждать от жизни, когда им уже обоим по 40 лет? Наследство ждать неоткуда. Так и придется ждать скромно доживать свой скромный век, выполняя каждодневные неизбежные дела. Рутина. Несмотря на летний день, на улице завывал прохладный ветер. Была неопрятная погода, и в комнатах царила какая-то серость, уныние. Откуда-то несло гарью. Захотелось совсем закрыть окно, но от духоты разболелась голова. Солнце то появлялось, то пропадало. А на соседнем участке, совсем не кстати, выла старая собака. Даже на улицу выходить, подышать свежим воздухом, нет никакого настроения. Сама природа тосковала вместе с Аней и ее близкими. В тот момент, когда в душе женщины вдруг накатил еще один прилив отчаяния и горечи, что казалось сейчас задушит ее, она услышала звук смс. Минуту размышляла, стоит ли смотреть очередной спам или приглашение за кредитом. Она все же встала, взглянула на экран. Это было сообщение от Андрея. «Анна Викторовна, а не пойти ли нам сегодня с вами погулять по нашим любимым улицам? Купим кофе, пончиков, оттянемся как следует. Я уйду пораньше с работы». Аня несколько раз перечитала сообщение от мужа и только на третий раз поняла, что она улыбается во весь рот. Выглянула в окно и удивилась. Погода стала налаживаться на ее глазах. Солнце пригревало пол, на котором она стояла босиком, а легкий свежий ветерок задул в их дом запах от жасмина, что вовсю цвел у соседей. Всего за несколько часов она переделала все дела. Дом радостно сиял в руках умелой хозяйки, а на плите уже почти доваривался вкусный суп. Музыка весело звучала из колонки, женщина пританцовывала на бегу, времени хватило даже на то, чтобы сделать прическу, погладить рубашку мужа, а себе платье. Довольная собой она оглядела дом, потом себя в зеркало, радостно улыбнулась. Сегодня вечером они идут на свидание. Как же это будет весело и прекрасно. Ходить по старинным улицам, где они когда-то познакомились. Будут вспоминать смешные моменты, строить планы на жизнь. Впереди столько всего прекрасного. Один только переезд в новый дом в следующем году, чего стоит. Счастье переполняло ее, и пока она ждала мужа, решила позвонить маме. «Мамуль, я завтра утром к тебе приду. С самого утра. Сходим в парк, погуляем, зайдем в кафе. Помогу по дому тебе, если нужно». Послушав минут пять, как мама радуется и не может скрыть этого, рассыпаясь в благодарности и комплиментах своей любимой дочери, несколько раз повторяла, как ей повезло с дочкой. Аня еще какое-то время удивленно смотрела вокруг. Почему же стало так легко и хорошо на душе? Денег не прибавилось, кредит не пропал, забор не построился. Как так случилось, что ее любимый, самый лучший и красивый дом, ее прекрасная жизнь, любимый муж еще полдня назад были такими ненавистными и безрадостными? Что вдруг случилось, что жизнь так резко стала счастливой, радостной и вполне даже с достатком? А все дело было в дедушке, что жил напротив, совсем один. Накануне, когда Аня шла в магазин, увидела его сидящим на скамейке. Поздоровалась и, чтобы хоть как-то поддержать беседу, мимоходом спросила, не нужно ли его чему-то купить, все равно по пути, а может быть хлеба или молока. Старик смутился, стал отнекиваться, скромно махнув на нее ладонью, мол, не нужно ничего, дочка, спасибо. Правда, попросил посмотреть, не стоит ли у магазина палатка со свежим разливным квасом. Глянь, дочка, не стоит ли машина? Раньше к нам возили, а сейчас перестали, только в городе продают. Кваса там не было, и Аня, не зная почему, почувствовала жалость к этому одинокому мужчине, завела свою машину и съездила в город до ближайшей квасной точки. Вернулась через полчаса с двумя пухлыми бутылками, запотевшими от прохладного свежего напитка. Дедушка благодарил Аню раз в пять, пожал руку, несколько раз напомнил, что уже давно душа просит квасу, а ехать на автобусе ему тяжело, болят ноги. Перед выходом метался, не знал, как еще показать свою радость, сунул ей в руки батончик снекерса. Видимо, почтальон угостил его, когда приносила пенсию. Аня не любила шоколад, но взяла, чтоб не обидеть дедушку. Убрала дома в холодильник. Утром, поругавшись с мужем, собирала ему сумку, вытирала слезы и заметила эту шоколадку. Рука ее повисла в воздухе. Зная любовь мужа к сладкому, но, будучи злой на него за несправедливую грубость, засомневалась, заслужил ли он это. Но потом все же взяла батончик и кинула ему в пакет, обливаясь слезами. Андрей понимал, что был несколько резок утром с женой. Груб, но себя оправдывал. Сколько можно ходить с недовольным лицом? Еще и плачет из-за ерунды. Настроение ему перед работой портит. Винил жену, но на душе скребли кошки. Оттого накричал на подчиненных, пригрозил одному из них увольнением за то, что отпросился на свадьбу брата. И, захлопнув дверь и в кабинет, достал из холодильника сумку с едой, чтобы хоть как-то успокоить нервы. Когда она увидела на дне сумки шоколадку, застыл, будто не понимая, откуда она у него там взялась. Обычно Аня складывает только одно блюдо и пару кусочков хлеба. Он улыбнулся. В душе накатило такое приятное чувство радости и любви к жене. Стало так приятно, что она позаботилась о нем, решила подосластить ему серые рабочие будни. Как неожиданно. Ему вдруг захотелось порадовать ее в ответ, показать свою любовь, нежность. Первое, что пришло на ум, это прогулка. Аня так любила гулять с ним по городу, по центру, когда они были совсем еще молодые, беззаботно шагали, взявшись за руки и мечтали. Ему саму стало от этой картины так хорошо на душе, и он схватился за телефон. Выйдя из кабинета, он попросил прощения у тех, на кого накричал. Подошел к сотруднику, отпустил его на свадьбу и предложил аванс, если вдруг понадобится на подарок брату. Андрей переполнял радость, и он готов был делиться ею с окружающими как по цепочке.